Пожалуйста, вопрос. Некоторые положения вступают в силу, соответственно, в 14-м и в 17-м. На 17-м еще не наступил. Так вот, там есть такой механизм выхода, да. И первым этим механизмом собираются воспользоваться Великобритания, как известно. Великобритания уже, в общем-то, собирается провести референдум. Правда, сейчас они договорились с властями Брюсселя. Ездил Кэмерон, да, и вроде как получил уступки. В результате он сейчас пропагандирует идею, надо оставаться в Евросоюзе. Но проблема-то в том, что референдум может быть непредсказуем, как часто бывает в Великобритании. А народ-то, в общем-то, сейчас настроен скептически весьма. Особенно в связи с кризисом с мигрантами, да. Вы знаете, наверное, что британцам пришлось перенести на французский берег свою таможню. И таможня британская, британская граница, де-факто, находится во Франции. В Кале. Вот там пересекают границу Британии. Во Франции. Перед посадкой на паром. Потому что потом будет поздно. Когда они в Дувы приедут, да, они уже будут на британской стороне. Франция сейчас собирается отказывать Британии в этой чести. Говорит, а не покинете ли вы, уважаемые господа, нашу территорию? Что будет потом неизвестно. То есть Британия на самом деле, если она захлебнется от потока мигрантов, которые пустят французов в ее сторону, она действительно выйдет из ЕС. Она выйдет, потому что для нее сейчас болезненные вопросы. Мигранты рвутся именно в Великобританию по одной простой причине. Они знают английский язык. Часто. Они хотят ехать в ту страну, где у них не будет языковых проблем. И где достаточно высокий уровень жизни. Французский, конечно, тоже многие знают. Но меньше, чем английский. А вот эстонские не знают люди вообще про французские, которые приезжают в Европу. А их пытаются по квотам распределить, в том числе в Эстонию, Великую Могучую. Представляете, как будет хорошо какому-нибудь сирийскому беженцу оказаться где-нибудь в Пяру? Где он не знает языка, не знает местной культуры, не знает вообще ничего. Еще и пособий нет. Да, еще и пособий нет, поскольку Эстония сравнительно бедная страна. Еще и местные смотрят на него все косо и плюются в его сторону. Вот хорошо ему там будет. Подумайте. А распределение по квотам, да, оно заложено. То есть, на самом деле, очень много проблем. Но я на ваши вопросы, я думаю, ответил. Механизм заложен, используют его сейчас Великобритания, но пока еще никто его не использовал до конца. Посмотрим, как он будет использоваться. Там есть. Там есть определенные этапы, которые надо пройти. Сначала надо заявить о таком желании, потом провести референдум, потом написать соответствующие заявления, потом оно будет рассмотрено, потом Европарламент будет утверждать. Короче, вот эти все шаги. Везде может что-то сорваться. В один прекрасный момент, когда все будет уже на мазиш, Шотландия скажет, а мы выходим из Великобритании, потому что мы хотим оставаться в составе Евросоюза. До свидания, Великобритания. Ты теперь маленькая Британия. И не называется больше Great Britain, ты теперь Small Britain. Так пиши. Потому что Шотландия уйдет. Они предупредили, если Великобритания уйдет из ЕС, Шотландия уйдет из Великобритании. Это не шутки. Там был уже референдум, но они могут новые привезти. На прошлый референдум не дотянули до заветных 50%, не так уж много. Если Великобритания будет выходить из ЕС, они наберут свои проценты. Представляете, как интересно это все? Европа как карточный домик. Понимаете, она может рассыпаться в любой момент, по любому поводу. Толкни только посильнее. Толчок может быть с любой стороны. Хорошо, давайте еще вопросы. Пожалуйста. Почему никто не использует существующие кризисы для того, чтобы выгнать какую-то страну из Евросоюза? Вот выгнать формально нельзя. Уж раз приняли, выгнать нельзя. Можно что сделать? Можно внести санкции ввести в отношении страны. Так делаем. В Австрии пришли к власти практически националисты одно время. И Брюссель вводил санкции против Австрии, чтобы они правительство переформатировали и ввели туда более умеренных людей. Было такое. То есть санкции сейчас будут вводить против Польши 100%. Польша отказалась категорически принимать мигрантов. Сказали, да, мы согласовывали квоты, но, извините, у нас сменилось правительство, и наше новое правительство этой квоты не согласовывало. Так что мы их выполнять не будем. Будут санкции какие-то. Ну что это санкции? Санкции это ерунда. Это лишние деньги не дадут на что-то. Но не будут в Польше помогать строить дороги. А выгнать нельзя. Страна может решить уйти сама только. Вот можно довести страну до того, что она сама захочет уйти. Это можно сделать. Знаете, вот хорошо, я вам такой зрительный образ дам. Вот супруги, да, живут супруги. Двое. Вот муж, он никак не может развестись с женой, и он ее доводит до того, что сама подает на него на развод. Бывает такое в жизни? Он меня до такой степени доводит, что она говорит, все, я с тобой разворачиваюсь. Наконец-то, да, довел. Вот так можно сделать Евросоюзе. То есть довести страну до такой степени, да, что она сама захочет уйти. Но только это можно сделать. Только это. Пожалуйста. То есть если бы недавно проконяли выбор в Афранции, и если бы там главенствующие, скажем так, большинство заняли бы право, это был бы еще один кризис. А Марина Липпен, да, конечно. Марина Липпен, если бы сформировала правительство, ну, понятно, что бы было. Она, по правду, установила дружеские отношения с Россией, скорее всего. Путин ее очень любит. Ну, не как женщина, а как политического лидера, понимаете, правильно? Вот, да. Так что, нет, на самом деле, даже во Франции всплывала информация, уж не из российских ли фондов ее избирательной кампанией подпитывалась. Даже вот эту вот систему муссировала. Она очень хорошо относится к России. Как многие, кстати, правые Европы. И нормально относится к России. Венгерские правые. Там есть такая партия с неприличным названием Йобик. Вот. Она очень хорошо относится к России. Так называется партия, я не матерюсь. То есть, правые в Европе обычно хорошо относятся к России. Им очень нравится наш Путин, как сильный президент. И даже не очень правоцентрист, а гораздо куда-то вот правее, чем правоцентрист. И вот так воспринимают, то есть почти как своего. На самом деле, наша партия, Единая Россия, чтобы это вот просто знали и понимали, в системе европейской позиционируется как консервативная сила. Она относится к богу консерватора в Совете Европы. То есть, ну а там, с ними. Хотя она проделала трудный путь и длинный. Раньше она ассоциировалась с христианскими демократами. Это было давно. Когда она только возникала. Считали ее почему-то христианско-демократической. Потом их разубедили, сказали нет. Так, пожалуйста, еще есть вопросы, я думаю, ответим. Пожалуйста. Может ли Евросоюз открыть коридор, например, в страны зоны Шенгена? Ну, например, в ту же Норвегию. Она не входит в Евросоюз, но они ведь могут в коридор открыть. Какой коридор? Что вы имеете в виду? Ну, выдавать шенгенские визы тем же иммигрантам. В Норвегию? Да, в Норвегию, чтобы они проехали. То есть, Норвегия должна выдавать? Нет, нет, нет. Страны Евросоюза разрешить въезд в Норвегию. Не может, так. Норвегия не член Евросоюза. Как может Норвегии какие-то условия диктовать Евросоюз? Нет, наоборот, Евросоюз даст возможность проехать в Норвегию. А не потому, что пытаются попасть через Россию в том числе. Именно в Норвегию. Вы считаете, что все не стремятся в Норвегию, чтобы замерзнуть там, да? Нет, но некоторые едут через Россию. Я знаю, но мне кажется, что это вообще не самый удачный путь. Я ездил в Норвегию через Мурбанск. Я лично ездил. Я знаю, что это такое. Во-первых, там холодно. Я вам честно скажу. Да, там красивое северное сияние. Но не до этого мы гранты едут, понимаете, чтобы любоваться с северным сиянием. Там очень холодно. Очень. По меркам сирийцев невыносимо. Поймите, наши мертвы. Россияне. Когда пьяные засыпают сугробы. Сирийцы, слава богу, не пьют алкоголь основной. Не мусульман. Может быть и выдержат. Но, поймите, пожалуйста, правильно. В Норвегию стремятся далеко не все. Если говорить серьезно, то мигранты стремятся в несколько других стран. В Швецию в большей степени стремятся, чем в Норвегию. Там лучший социальный пакет в Швеции. Транзит давать не будут. Наоборот. Страны закрывают границы одна за другой. В этой виде. Внутри Евросоюза закрывают свои границы. Франция недавно закрыла после теракта свои границы. Закрываются друг от друга регулярно. Австрия, Словения, Вендрия, Хорватия. Свои границы перекрывают внутри Евросоюза. Да, они со Швеции закрыли границу. Фактически проверка пошла. Никогда там не было ничего. Мост был. От Мальмеда Копенгагена ездил я по нему, знаю. Там через пролив мост примерно такой, какой сейчас строят у нас там на Крым. Тоже длиннющий мост из Швеции в Данию прямо. Через пролив. Длиннющий мост ездили по нему без всяких проверок. Туда-сюда депортировали через него. Представляете, берут человека, говорят, вы нарушаете порядок пребывания в Дании, мы вас депортируем в Швецию. Сажают в автобус, перевозят в Швецию на ту сторону, занимает процесс 15 минут. Мигрант садится в следующий автобус в обратном направлении, прибывает снова в Данию. Через следующие 15 минут его снова депортируют. И так многократно. Это напоминает сказочку про белого бычка, или еще лучше, помните, шоу как-то через мост, глядь, ворона мокнет, положу ее на мост, пусть ворона мокнет. Шоу как-то через мост, глядь, ворона мокнет, положу ее под мост, пусть ворона мокнет. Вот так же депортировали мигрантов. Но сейчас там теперь стража, там теперь смотрят, проверяют документы, просто не пускают. Так что никакого коридора на Риге не будет точно. Уж если Дания закрыла коридор, условно говоря, на Швецию, о чем вы говорите? Какой там другой коридор может быть? В Норвегию народ попадал исключительно через территорию Дании и Швеции. Так ведь? С юга. Через Россию другое дело. Через Россию, пожалуйста, они будут ездить там. Им очень нравится Россия, потому что у нас дешевые сравнительно транспортные средства. Еще более дешевые гостиницы. Правда, это не гостиница европейского типа. Топщага. Но они рады этому. Крыш над головой. А что? Кстати, в Мурманске до сих пор можно устроиться на ночлег в гостинице, которая местным морякам принадлежит, примерно за 600 рублей в сутки. А это, извините, по европейским меркам вообще ничего. Это сколько? Это около 8 евро. Сейчас пересчитаем. Что такое 8 евро? Вы устроитесь в Европе за 8 евро в гостинице? Посмотрю я на вас. Там и за 15 устроиться невозможно. Давайте еще вопрос. Пожалуйста. Хорошо. Подводя итог, какие же действия нужно совершить, чтобы преодолеть этот кризис? Чтобы обновить европейский сезон? Я боюсь, что одним действием здесь не ограничиться. Надо очень много всяких телодвижений совершить. И боюсь, даже после всех этих телодвижений ничего хорошего не произойдет. То есть кризис преодолеть фактически вот сейчас, мне хочется говорить невозможно. Невозможно, нет ничего. Вот знаете, есть хорошая фраза такая. Для Бога нет ничего невозможного. Для Бога – да. Для Евросоюза все-таки есть. Евросоюзу нужно, а, принимать новый закон. Лиссабонский договор уже войдет в сего в следующем году, да? Надо будет заниматься снова ревизией европейского законодательства. Он может так. Потом, Евросоюзу надо думать, что ему интегрировать реально. Надо создавать реальное твердое ядро, наконец. Уже понятно, что интеграция идет двух скоростей или многих скоростей. Понятно, что создается Европа переменной геометрии, да? Надо эту переменную геометрию структурировать. То есть, ну давайте я грубо скажу, весомо и зримо. Надо создавать реальную федерацию внутри Европейского Союза. Все страны к этому не готовы, конечно. Но надо создать реальную федерацию внутри. Пускай там будут только Франция, Германия, страны Пенелюбс, например. И все. Или вместе с ними, предположим, еще и Италия, еще и Австрия, еще может быть кто-то. Да кто угодно, неважно. Но вот когда будет реальная федерация, как жесткое, твердое ядро внутри ЕС, там будут происходить основные интеграционные процессы. Там будет создание реального государственного устройства, которое привычно нам, которое нормально функционирует, как любая государственная система. И вокруг оно будет распространять свое влияние. Все остальное будет где-то вот в ситуации, ну что ли, в остальные зависимости от этого ядра. Это можно сделать. Об этом говорили не раз. То есть, это не мои фантазии. Это проекты французских и немецких политических деятелей. Это не мое воображение. Эти проекты неоднократно выдвигались в начале 2000-х годов. Продолагалось создание такого государства. Сейчас все это ушло на задний план. И сейчас об этом больше не говорят. Вот это бы спасло ситуацию всерьез. Потому что, смотрите, появляется реальное государство, государственная машина, не какое-то там соотношение между государственным и наднациональным институтом, а реальное государство, которое тащит на себя все время проблем и решает все. А все остальные страны, они просто вот как-то вокруг некая такая сфера влияния, да? Некая такая система, которая управляется из этого центра. Так можно сделать. Это было бы решение проблем. Но это сделать сейчас невозможно. Вот сейчас именно. Это сделать можно. А, при условии ухода Великобритании. Давайте вот скажем все условия. Великобритания уйдет, сделают быстро, кстати. Без Великобритании. Ну, она вряд ли уйдет. В этом проблема. Дальше. Это можно сделать быстро, если кризис будет усугубляться, не будет никаких других механизмов. Надо будет искать срочно новые механизмы. И запустить снова эту систему. Потому что, вы понимаете, в чем дело? Только государственная машина, регулярно работающая по жестким каким-то рецептам, может справиться с этой ситуацией. А пока они согласовывают много-много стран между собой, что делать, они принимают решения всегда с опозданием. Они не умеют быстро реагировать на ситуацию. Это невозможно в Европейском Союзе современном. Понимаете? Все решения принимаются с опозданием. Вот это решение, оно может быть хорошее, но его надо было принять позавчера. Сегодня оно уже не нужно никому. Так всегда бывает. Пока согласования идут. 28 государств. И каждый имеет какой-то национальный интерес. Чего вы хотите? В чем интересы, не совпадают. Германия хочет побольше мигрантов, Польша категорически не хочет ни одного мигранта, а не рядом. Вот как согласовать? Германия приняла миллион, фактически, мигрантов на свою территорию, Польшу не приняла ни одного мигранта из Сирии, только с Украины. Не говорят, мы задыхаем 100 украинцев мигрантов. Нам не до сирийцев. У нас украинцы бегут. Вот их сколько. Целых 10 тысяч. А еще прибегут. Там война продолжается. Мы ждем. Мы для них забронировали палаточные лагеря. Видите, стоят. Здесь будут жить украинцы. Мы не можем принимать сирийских беженцев. У нас на Украине война. Понимаете? Отмазка. Отмазка. Но есть же, да, механизм. То есть, вы понимаете, ничего сейчас делать реально невозможно. Кризис идет своим чередом. Он развивается в такой степени, что не решаются проблемы. Они засовываются под ковер. Делается вид, что решается что-то. Делается вид. Хорошая гримаса, хорошая мина при плохой игре. Нет серьезных политических деятелей, опять же, которые могли бы все это дело запустить. Я вам с другой стороны подойду. Нужен человек, вокруг которого все бы закрутилось. Нужен реальный политический лидер калибра Мане и Делора. Его нет. Юнхер не такой. Он не такой. Он не такого калибра. Нужен человек, как Мане, как Делор, который по ночам будет по телефону главам государства и правительства промывать мозги, и чтобы они, в конце концов, включились в процесс. И будут звонить оппозиции. И накручивать оппозиции. Говорят, что если они не примут мое предложение, мы быстренько тут сменим у вас правительство в стране, и вы придете к власти, с вами мы точно договоримся. Понимаете? Таких людей нет сейчас. Кто это мог делать? Это мог делать Делор. Он построил Европейский Союз. И спился. Пожалуйста. А может ли Евросоюз попросить какой-то третью сторону разрешить этот вопрос? Например, Америка запросто. Америка сейчас привязывает Европу к себе. Всеми возможными силами. Всеми правдами и неправдами. Она строит, с одной стороны, транс-тихоокеанское партнерство, с другой стороны, транс-атлантическое партнерство. Пытается всю экономику мира запнуть на себя. Как только будет построено реальное транс-атлантическое партнерство, европейская интеграция будет казаться лишним элементом в этой структуре. Все будет завязано не на Брюсселе, а на Брюсселе. Понимаете? И это, конечно, можно сделать. И Америка делает все, чтобы сейчас кризис в Европе быстро не решался. Потому что решение кризиса в Европе, это Европа, снова превращается в силу, способную бросить вызов США экономическим интересам Америки, снова сказать, мы самостоятельный игрок на мировой арене, мы самостоятельный актор, нас надо уважать, с нами надо заключать партнерские отношения. А в Шестону не нужны партнерские отношения. Ему нужны вассалы. А вассалы чем меньше, тем лучше. Поэтому такой крупный вассал, как Европейский Союз, может казаться вообще излишним. Распустите его, да и все. Америка давно пытается ослабить Европейский Союз, потому что на самом деле в глобальной экономической игре Евросоюз, хотим мы того или нет, является тоже вызовом глобальным интересам Америки. Евро является такой же резервной валютой, как и доллар. И конкурирует с долларом за влияние в мире. А зачем эта конкуренция нужна? Вы видите, евро ослабляется на глаза. То же самое касается Китая. Америке не нужны сильные какие-то конкуренты. Нас пытаются ослабить всех, кто вылезает наверх. Это норма. Она хочет быть единоличным лидером. В Европе, естественно, легче держать всю эту ситуацию под контролем, когда страны разобщены, когда насильны, когда они создают единое какое-то квази-государственное образование. Все это лишний проблем. Это снова разговор об отдельной европейской армии в пику НАТО. Это снова разговоры о том, что американские базы могут все-таки вывезти из Германии. Зачем? Вы чувствуете? То есть на самом-то деле все очень проблематично. Америка пока умеет играть, к несчастью для нас всех, роль глобального лидера. Мы можем говорить, что Обама не годится ни к черту. Но американская бюрократия работает и без него. Она работает достаточно успешно. И надо признать, что она продвигает эти два проекта трансокеанского сотрудничества, трансатлантического и транстихоокеанского достаточно успешно. Нам это не нравится. Мы против этого категорически. Но пока, к сожалению, в ответ можем только ШОС задействовать. Некоторые другие структуры. В это имеется. А Европа к ШОС не имеет никакого отношения. Никакого. Так что я очень боюсь, что Европу будут ослаблять до тех пор, пока она не сдастся на милость победителя, и победитель будет сидеть в Вашингтоне. И радоваться, и греть руки, и говорить, вот молодцы. Еще тоже поймите, пожалуйста, Европа сама по себе бессильна. Она сильна, когда она в связке с другими центрами сил. Европа может дружить либо с Америкой, либо с Россией. Дружить сразу со всеми невозможно. Не получается. Да, Европа могла бы дружить с Россией. Но не сейчас. А если бы она дружилась с Россией, это была бы угроза национальным интересам Америки. Они бы это очень хорошо поняли. Сразу. Чувствуете? Потому что дружба России с Евросоюзом означает какую-то евразийскую, кстати, новую по технологиям интеграцию. Когда Европа через Россию соединяется мостиком с Китаем, возникает огромная экономическая система, которая будет поперек урла Америки. Безусловно. Надеюсь, это понятно. Давайте еще вопрос попробуем. Пора. А ответили по проблемам фашизации? Фашизация. Что вы имеете в виду под фашизацией? Если вы говорите о народе... Знаете, мелковато. Пока пугают, но не более того. Пока пугают. А вот представьте себе, если эти теракты разрастаются в ситуацию гражданской войны. В общем, гражданская война охватывает территорию всей Европы и сползает в Россию. И здесь у нас тоже ребята из Южных Республик начинают гражданскую войну. Да? Полномасштабную. Получается практически единый фронт. Хотим мы того или нет, будем участвовать. Понимаете? Вопреки нашим желаниям даже. Может быть, хотим дружить с Дагестаном. Может быть, это наша часть неотъемлемая. Может быть, мы любим дагестанцы. Но если там террористы придут к власти в отдельно взятые республики, как они приходили в Чечне в свое время. Что делать? Там сейчас игру основное террористов. И Дагестан, и все это знают. Я там был, там контртеррористическая операция постоянно проходит. Меня там, кстати, схватили на пять часов, задержали. До выяснения личности. Звонили в Нижний Новый, кто такой. Что тут ходят, фотографируют. Да. Держали меня там. Выяснили, позвонили, извинились. Накормили. Посадили на машину, отправили дальше. Ну, реально, реально, понимаете? Есть такой вопрос. Серьезный вопрос. Набирают все больше и больше боевиков для того, чтобы изнутри Европу подорвать. А Россию изнутри можно подорвать точно так же, на тех же основаниях. Используя аналогичные рычаги. Если будут подорвать одновременно, извините, мало не покажется никому, придется объединяться. И это не отдельный теракт, который уносит жизнь при всем уважении сотен, даже тысяч человек. Это должны быть какие-то действительно радикальные действия, когда какие-то территории объявляют себя территорией исламского государства. Резко, резко, сразу. Да хотя бы несколько районов, городов. Да, крупных. Населенных, не грамотных. И в России тоже. Что тогда делать? А представляете, в Брусселе какой-нибудь квартал объявляет себя территорией исламского государства. Да? Фантастика, скажете? Да, пока фантастика. Ну, вот до такой степени ситуация должна быть. Чтобы мы объединились. Так, когда европейцы осознавали себя европейцами? Отвечаю на вопрос. Первый раз, когда арабы вторглись в Испанию, сразу почувствовали единство. Сразу единым фронтом выступили. Второй раз, когда турки вторглись на Балканы. Сразу почувствовали единство, сразу выступили единым фронтом. Все объединялись. Венгры, австрийцы, поляки выступили единым фронтом. Да? Даже румыны и те к ним присоединились Хотя не хотели Изначально Когда на Европу Потусторонние силы С точки зрения европейцев наступают А Европа всегда глядела в зеркало Исламского мира Мир Ислама и мир Европы Это два мира, которые всегда глядели Друг на друга, в лицо Границы Европы всегда Обозначались границей, где заканчивается Зона христианских государств Даже сейчас светские государства Но основанных на этой культурной традиции Понимаете? Где начинается зона исламских государств Это не Европа, хотите вы признавать это или нет До сих пор так Проблема в том, что границы сместились Они стали подвижными И часть исламского мира Сейчас находится внутри России И внутри Европы есть Албания Босния и Герцеговина И так далее То есть это все элементы, которые сейчас показывают Есть стерилизационные противостояния Мы можем не доверять Хантингтону Но борьба-то идет по тем направлениям, которые он указывает Мы можем не слушать предостережения всяких футурологов Но проблема заключается в том, что радикально все это решить Можно только двумя способами Сделать все абсолютно страны окончательно светскими Что очень сложно Везде ввести светские режимы окончательно Чтобы забыли, что можно сделать какое-то там государство Основанное на конфессиональных различиях религиозных Так можно попытаться Но знаете, примерно с тем же успехом можно все сделать буддистами И всем будет все равно Потому что буддисты, они люди мирные И мы знаем, как буддизм положительно влияет на воинственность Монголы пока были язычниками, завоевывали всех подряд Стали буддистами, сидят себя тихо В центральной Азии Их не слышно и не видно, да? Могут нам всем буддистами стать И христианам, и мусульманам Дружно Не будет противоречий Шучу Пожалуйста А вот вы говорите про конфронтацию России и славянского мира А в чем это может появляться? Вообще, когда Россия конфликтовала с славянским государством? Но я не говорю сейчас про османскую империю Там, наверное... Ой, вот говорите про османскую империю А там, наверное, проблема была не в том, что мы православные анимы с ульмазинсками? Была проблема Она озвучилась радикально Давайте честно скажем Россия и Османская империя близнецы-братья Почему? Потому что там Мусульмане осуществляли власть над православными славянами на Балканах Мы осуществляли власть над тюркоязычными мусульманами здесь, да? Мы были близнецы-братья, мы были зеркало друг друга Мы повторяли почти точно и копировали многие приемы И еще смотрели в сторону Запада Западная Европа, пытались там что-то заимствовать И те, и другие, понимаете? Мы очень похожи на самом деле Только здесь славянский православный элемент доминировал над тюркским мусульманским А там тюркский мусульманский элемент доминировал над славянским православным Вот вся разница Разные соотношения тех же самых сил, да? Более того, и та, и другая страна взывал к византийскому наследию Одна страна телесно была на территории Византии Другая духовно была на территории Византии Ну что вы хотите? Конечно, был спор Конечно, наши татары по-урски в какой-то степени были не против стать вассалами Скорее Османской империи одно время И, конечно, болгары, которые жили под турками, конечно, хотели больше стать вассалами Российской империи, да? Конфликт из-за этого шел в основном Мы себя выражали защитниками православных славянских народов на Валканах А они защитниками тюркоязычных народов, которых угнетают в Российской империи А разве нас просто не стравливало? Европа играла в свою игру И, разумеется, она выступала то на стороне одних, то на стороне других Она то использовала Турцию в своих интересах во время Крымской кампании, Крымской войны известной То использовала Россию в своих интересах Когда Турцию надо было окончательно дожать, да? То есть и так, и так Европа это другой театр Это другой мир, по отношению к которому Османская империя была абсолютно внешней силой Что писали все, все, без исключения, западноевропейские авторы Об Османской империи Можно ли ее интегрировать? Да, они писали в этих проектах своих Они говорили, надо у Турции отобрать ее европейские владения Выгнать турок в Азию И оставить их там в покое Понимаете? Вот что они писали Что они писали про Россию Про Россию они писали В России слишком огромная территория С нами интегрировать можно только территорию до Урала До Урала примем, дальше не надо И не надо нам все эти Башкортостаны, Татарстаны, Чечни, Ингушетии Этого нам не надо Это сказали нашему Немцову Бывшему губернатору Нижегородской области Который приезжал в Брюссель Дай Бог памяти В 1994 году Я с ним лично был знаком С Немцовым Мы с ним гуляли по покровке Обсуждали всякие вещи Понимаете? Меня министр вызвал один раз тоже Я отказался Зачем мне быть министром культуры Нижегородской области Я еще с ума не сошел Так вот Немцову посылал Борис Немцову посылал Другой Борис Ельца, догадываетесь, да? В Брюссель В 1994 году Доста памятна Чтобы Выяснить в Брюсселе Условия членства Россия в Европейском Союзе Там много всяких параграфов написали ему В том числе Демократизация Борьба с коррупцией Много чего Но самое главное написали Желательно бы уменьшить территорию России Раза в четыре Да? Вот этого пункта было достаточно Немцов говорил, что Борис Николаевич ругнулся Причем неприлично Когда дочитал до этого пункта На этом идея вхождения в Европейский Союз была оставлена в Москве Понимаете? Больше мы в Европейском Союзе не стремились в Союз Мы пытались, правда, строить четыре общих пространства потом Да? Но это уже не было в Членском Союзе Мы пытались Пример Норвегии как раз, да? Исландии, Швейцарии Стран яс использовать То есть быть в едином каком-то пространстве Но без членств И это тоже не получилось, вы видите А вот насчет многих вещей других Мы в истории можем по-всякому трактовать, конечно Я не всегда согласен с трактовками наших даже великих философов Ну, Федоров, он говорил Весь мир надо рассматривать как великую шахматную игру, партию Между мусульманами и христианами Так писал Федоров Я так не считаю И вообще давайте с точки зрения расставим акценты С точки зрения индуса Разница между мусульманами и христианами вообще ничтожна И для него все это люди Запада И западной культуры Все это средиземноморская культура вместе с евреями иудаистами Которые ничего общего не имеют с его индуизмом И с его мировосприятием Понимаете? То есть истинный Восток там Мы для них люди Запада У нас близкие какие-то желания Буддист настоящий Я буддизм преподавал много лет Приходилось Буддист настоящий не хочет жить вечно Он вообще жить не хочет Мы хотим жить вечно Даже после смерти Причем одинаково Что иудаисты, что христиане, что мусульмане Все жизнь вечную хотим Да? В этом мире тоже мы все хотим Каких-то детей рожать Какие-то деревья сажать Какие-то дома строить Все вместе хотим А буддист считает, что ничего этого не надо Рожать ребенка, выталкивать лишнее существо В этот злополучный мир Строить дом, все равно разрушиться Сажать дерево о бесполезном Само вырастет, да не вырастет, еще лучше Понимаете? У них другое мировоззрение Для них разница между христианом и мусульманом Вообще не ничтожна Но у нас в Писании даже С их точки зрения практически Это автология Они считают, что между Библией и Кораном Принципиальных различий нет С их точки зрения, понимаете? Одни и те же фигуры действуют Одни и те же там люди Чуть-чуть по-разному звучат имена Это все ерунда полная Они называют это Совершенно верно С подачи британцев, кстати Которые там похозяйничали в Индии Что? Авраамический круг религии Так пишут И поэтому вот точка зрения всегда, да? Важна Если мы смотрим на ситуацию из Европы Это получается одно Из Индии или из Китая Это все равно, да? Точка зрения важна Но тем не менее мы видим, что Мусульмане в принципе такой же Такой же суперэтнос, если хотите Такая же мета-цивилизация Как хотите это называть Как христиане Они устроены очень похоже Очень много общего есть В природе, да? В активности, в действиях Которые населяют Европу Ну, там фашистские элементы всегда были И они всегда были маргинальными То есть это достаточно небольшой процент Людей, которые поддерживают Именно фашистские, именно нацистские Так три Но, если смотреть глубже Если говорить о праворадикальных настроениях То они уже шире распространены, понимаете? Надо немножко разделять Чисто фашистские, националистические И праворадикальные настроения Праворадикальные настроения Все больше и больше, конечно Здесь мигранты Я согласен Какая разница между праворадикальными фашистами? Есть разница, есть Хотя бы в том, что Да, и фашисты тоже бывают разные Вот просто всех смешиваем Обычно вот в один котел Вот я вот этого не люблю Понимаете? Когда мы говорим фашизм Строго, понятийно Это Италия А Гитлер это уже нацизм Нацизм и фашизм имеют много общих характеристик Но есть и различия Муссолини не убивал своих сумасшедших итальянцев Сумасшедших итальянцев было много Но Муссолини их не истреблял Гитлер истреблял Он не только закрывал психиатрические клиники Он расстреливал всех заключенных там Ради чистоты расы Муссолини не уничтожал евреев своих итальянских Они были, может быть, тоже поперек ворова Но он даже не говорил о том, что требует их изолировать Гитлер устраивал концлагеря Где их радикально уничтожали Посредством, вы знаете Даже сжигания Даже газом травили Даже там в вагонах Ну, короче говоря, устраивал полный геноцид Муссолини этим не занимался То есть Да, правый радикальный деятель Да, фашист даже Но хотя бы свой народ берет По возможности, понимаете? Есть разница Еще другой режим Франко Другой режим Салазара Все они право-радикальные Но они разные Черные полковники Тоже называют их фашистовым креатив Тоже другой режим В конечном итоге, вы понимаете Право-радикальные движения настолько различны Что это надо подсказать индивидуально Мне кажется, основной водораздел происходит там Уничтожать или просто там Депортировать, выселять Вот в этом сейчас Радикализм или нерадикализм Те, кто за депортацию мигрантов Их очень много сейчас становится Это правые радикалы Да Они требуют, чтобы их выгнали обратно Но выгнали А не уничтожили Понимаете? Выгнали Все-таки выгнать, я считаю Это не так жестоко, как уничтожить Вы можете со мной спорить Может со мной не соглашаться Но Правые радикалы бывают очень разные И некоторые из них Я бы сказал Популисты Почему? Потому что они используют Те мнения, которые сложились в народе Они пытаются играть на народных настроениях Они идут от народа А не от диалоги Они пытаются прежде всего Сделать свою политическую игру На этих настроениях Да? У них нет реально Каких-то мотивов Устраивать Какие-то жестокости На территории своей страны Любого рода Им главное выиграть в политической борьбе Да? Прийти к власти Есть другие силы Которые действительно готовы чистить Европу Которые выкликивают лозунг Даже новый абсолютно Европа для европейцев Никогда этого не было Всегда были Да? Германия для немцев Польша для поляков Эстония для эстонцев Это было всегда Европа для европейцев Это что-то новенькое Так что Вы знаете Есть вот такие Евро-радикалы Которые за единую Европу Но без тех Кто не является европейцем То есть Европу надо почистить Мы свои здесь Можем жить без границ Можем ездить друг к другу Можем работать Можем меняться рабочей силой Мы европейцы Кто не европейцы До свидания Чемодан Вокзал Азия Чемодан Вокзал Африка Понятно, да? Да впрочем Мы в Америке тоже скажем Рано или поздно Пожалуйста А что насчет Украины? Что насчет Украины? Что насчет? Насчет Украины Можно часами говорить Что насчет Украины? А что насчет Украины? Она все рвется Рвется Юнгер сказал Сроки обозначил Слышали, нет? Последний Да 20-25 Названный срок Требуется для приведения Украины К какому-то более-менее приличному состоянию 20-25 лет Сказал Юнгер Отрезал Если вы хотите, чтобы она раньше вступила Вы приняли Какие-то собственные усилия Надо принять А что? Война как-то связана с вхождением въезд Например? Ну Одни не хотят Другие хотят Одни не хотят Другие хотят Знаете Вот хотелки надо оставить Любые Потому что на самом деле Война там очень сложная Она происходит по очень многим вопросам Там вопрос вступления в ЕС Может быть и не главный Там важнее гораздо взаимоотношения с Россией Использование русского языка Там много других вопросов На востоке Украины Проблема заключается в том Что Украина не способна войти в ЕС Другим способом Сейчас Вот не через 20-25 лет А сейчас Кроме как по частям То есть Если вы хотите, чтобы Украина Хотя бы частями Быстро вошла в ЕС Вы должны ратовать за ее быстрый распад И прекращение современной украинской государственности Что тогда можно сделать Можно вернуть Буковину Румынии Можно вернуть Львов Польши Можно вернуть Но я не буду все перечислять То, что когда-то было у других государств Весь остаток Будет жить В состоянии Воссальной зависимости от Евросоюза А восточный остаток Воссальной зависимости от России Так можно сделать Поляки тоже уже начинают задумываться Не попросить Львов назад Все-таки был польский город Нехорошо как-то Отобрали Румынии думают Тоже задумывались Венгры задумывались Многие задумывались Там вообще, знаете, потихонечку Потихонечку нагнетают всю эту атмосферу Если Украина будет дальше катиться вниз Если она будет продолжать падать Они начнут предъявлять территориальные претензии Которые, конечно же, никак не будут поощряться Брюсселе Нет Россия скажет Да вы что? Да мы против передела границ Европы Да хватит уже Да безобразие какое-то Ах, вы уже захватили? Ну ладно А референдум только там проведите Мы его признаем Понятно? То есть По большому счету, конечно же Будут придерживаться Некой ситуации Фактической Если внезапно Украина до такой степени ослабнет Что центральная власть будет беспомощна Украина развалится Вот тогда некоторые ее части Очень быстро окажутся в составе Европейского Союза Боюсь только не под названием Украина Не под названием Украина Ответим Пожалуйста Что еще? Потеку Ну вопрос Вот на ваше мнение Как вы считаете В ближайшем 5-10 лет Кто-нибудь выйдет из состава Евросоюза? Ой Я бы очень хотел Чтобы вышел в Великобританию Но я уже нашел консенсус Знаете Вот я бы за выход в Великобританию изъезд Но это мое мнение Кто будет служить В России Я конечно могу приехать туда И на хорошем английском И на плохом французском Дважды Продублировать заступление В котором буду призывать Великобританию Уйти наконец из Европы Но боюсь что Меня дослушают только секретари какие-нибудь У дверей там Проблема в том Что Евросоюз может нормально функционировать И реально готов функционировать Как меньшее политическое образование Там реально должны остаться страны Вот это мое глубочайшее мнение Где преобладывают католические населения Я грубо говорю Да что вы себе представляете Какие границы Вот где католиков большинство Для них это свое ментальное поле Евросоюз строился католиками Все католики были Кто его изначально строил Это не секрет Конрад Аденауэр Манне Шуман Де Гаспери Спах Я буду дальше перечислять Все были католиками У них в голове все равно были свои механизмы Какие-то Поэтому Евросоюз не готов был изначально принимать Протестантские страны И еще меньше был готов принимать православные страны Все они не являются типичными странами Ядра интеграции Протестантские страны не хотят так глубоко интегрироваться Мы это видим А православные не могут Хотя и хотели Поэтому Реально, конечно Все протестантские страны Хорошо бы вышли оттуда И православные заодно Которые могли бы быть под нашим крылом Бодрыми Да? Мы бы с удовольствием Взяли бы их под свое крылышко И оторвляли бы И Румынию, Болгарию, Грецию Это было бы естественно Но А протестантские страны Были бы соответственно Под американским и британским правлениями Тоже было бы естественно Это их сфера влияет Скандинавия А вот остаточек Вот этого Католическая Европа Могла бы интегрироваться глубоко Потому что у них нет противоречия В том, как это делать Они видят одинаковую ситуацию И насколько бы это была сильная сторона? Ну сильная, не сильная Сильная бы я не сказал Но она, во всяком случае Координировала бы свои усилия Более четко, понимаете? Они бы умели договариваться Как-то друг к другу А сейчас туда входят Очень разнородные страны Пронадлежащие К нескольким Различным моделям Развития, понимаете? Протестантский мир Это одно Католический мир Другое Православный мир Это третье Они пытались Объединить Всю Европу У них не получается Ничего из этого Вот и видите Кризис из-за этого Тоже Именно если С точки зрения Философии подходить Глубже Смотреть на кризис Философские основания Интеграции То вот именно В этом тоже Кризисное явление Потому что Затевали Интеграцию Католики А участвуют В ней протестанты Православные Которые не понимают Ее механизмы И не хотят Не участвовать Так как Заставляют Их участвовать Католики Ясно? Более Давайте дальше Пожалуйста Вы допускаете Возможность Дружбы Европы И России Да все таки Я допускаю Это что Это деловое партнерство Или что Я допускаю И всегда Было некое Единство В Европе Тогда Когда была Реальная угроза То есть Я допускаю Это при Полномасштабной Конфронтации С миром Ислам Полномасштабной Понимаете Когда не вот сейчас Где-то там На Ближнем Востоке Выясняют отношения Если будет прямой Военный Конфликт Причем Агрессия будет направлена Одинаково На Евросоюз И на Россию Одновременно Деваться будет некуда Понимаете Деваться будет некуда А такое возможно Такой вариант развития Событий Вполне возможно Мы это видим Что в принципе Мы будем союзниками По несчастью Опять А что Советский Союз Очень хотел договариваться С Америкой С Британией Вы думаете У них были Какие-то Очень близкие Дружественные отношения У Сталина И у Рузвельта А особенно Да Вы знаете У Черчилля Как он любил Сталина Известно Так ведь Договорились же Все-таки То есть Ситуация Полномасштабного Конфликта Ситуация Настоящей беды Договариваться Достаточно быстро Пришлось бы Продолжение следует